Вот и всё. Последний агрегат включён, дал ток. Это произошло 25 декабря 1985 года в 14 часов 29 минут. На митинге, посвящённом этому событию, собрались в последний раз вместе люди, судьбой которых стала эта стройка. Судьба моя и судьба гидростанции это одно и то же, потому что я работал на гидростанции и она меня растила. Собственно, я вырос на гидростанции. Для героя социалистического труда, кандидатов в члены ЦК КПСС, бригадира монтажников Вячеслава Сергеевича Демиденко, как и для большинства гидростроителей, эта плотина стала частью жизни. И какой частью? Почти два десятка лет. Даже если кому и не придётся больше строить гидростанции, можно гордиться и внукам рассказывать. Саяно-Шушенская ГЭС долго будет оставаться самой крупной в стране. КОНЕЦ КОНЕЦ Плотина многому научила. Река показала, что не прощает ошибок. Это кадры паводка 1979 года, когда вся стройка была поднята по тревоге. Приток воды составлял тогда почти 7 тысяч кубометров в секунду. Стройка испытывала назрелость. Называла лучшие коллективы. Такие, например, как бригады плотников-бетонщиков, Михаила Полторана, Валерия Познякова, Анатолий Решетников. Ну, события в строительстве на Эльбойль важные. Это были перекрытия, пуст первых агрегатов, пуст второго, третьего, четвёртый. Все события, они в основном важны. И вот сейчас пуст десятого агрегата, это же важный пуст, праздник наш. Все события важны для нас. Но мы ещё, наверное, что-нибудь хотим построить. Одну гидростанцию. Может, на Катунь поедем построить. Ну, куда нас пригласят, короче. Постараемся ещё построить. Катунь поедем, Никогда не забудутся торжественные минуты, когда запускали первый гидроагрегат. Это произошло 19 декабря. Первая саянская электроэнергия влилась в красноярскую энергосистему. Вместе с гидростроителями большую победу творческого содружества праздновали 28 предприятий Ленинграда. Субтитры создавал DimaTorzok Космонавт Георгий Тимотеевич Береговой в день перекрытия реки в Карловском створе сказал «Покорение Енисея сродни покорению космоса». Если в этих словах и есть преувеличение, то совсем незначительно. Космонавт Георгий Тимотеев Почти 20 лет ждали этой минуты. Теперь многим с трудом верится, что эта гидростанция – творение человеческих рук. Только бетона здесь было уложено 9 миллионов 600 тысяч кубометров. Вот сейчас наступит этот момент. Волнуются все. Волнуются и главный инженер строительства Кирилл Константинович Кузьмин и директор ГЭС Валентин Иванович Брызгалов. Все, теперь сдите. Все, сдите объявление по-моему. Включается сеть. Внимание, в вас стали, а руки ждут. Гидроагрегат номер 10 включается сеть. Есть ток. Есть? Сколько? 29 минут. Крупнейшая в стране гидростанция вышла на проектную мощность. Вместе с маленькой спутницей Майнской ГЭС она будет ежегодно вырабатывать 25 миллиардов киловатт-часов. Стройка сформировала и много замечательных коллективов. Коллектив здесь у нас очень хороший, очень дружный коллектив. Вот, и поэтому, значит, основная его часть, она, конечно, поедет на новые стройки, потому что это для них жизнь, гидростроение, это жизнь нашего коллектива, основных его работников. Так что мы не будем расставаться. Строителей Саяно-Шушенской ГЭС ждут новые необжитые места, новые плотины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok